Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о марафоне, который уже скоро-скоро начнется. Мы будем говорить с вами о марафоне «Готовимся к зиме». Почему такое название и что значит вообще «Готовимся к зиме»? Многие мне стали задавать вопросы, а зачем к зиме готовиться? Зима же сама по себе придет, это природное явление. Конечно, это природное явление, мы с вами не будем готовить природу к прихождению зимы, хотя человек в это тоже вкладывает определенные свои ресурсы, когда покрывает розы или какие-то такие деревья, которые требуют покрытия. Но мы сейчас с вами говорим все-таки об энергии, о том, что к холодному времени года необходимо готовиться. Больше, так скажем, чем к теплому времени года. Потому что холод в природе, он очень взаимосвязан с нами. Холод влияет на наши все, так скажем, ресурсы. Холод отнимает тепло. Для того, чтобы прогреться чисто энергетически, мы затрачиваем больше своего ресурса. Также, чтобы получить желаемое зимой, мы затрачиваем больше ресурса. И зима – это период сна, период покоя, когда все, так скажем, движения в природе замедлены. И замедлены и у человека тоже. И зима является наиболее опасным периодом времени. Опасным со всех сторон. Это период опасный еще потому, что зима считается временем года смерти. И вы должны это понимать. В этом году год очень сложный. Год тигра очень сложный. Я говорила, почему он сложный. Потому что тигр – это хищник. И энергия тигра – это о том, чтобы действовать. Это о том, чтобы воевать и агрессивно завоевывать свое. Жертва погибает. Рабство погибает в этом году. И поэтому люди, которые настроены на то, чтобы быть жертвой или рабом, они, в общем-то, в этом году подвержены особой опасностью. Также подвержены особой опасностью те, кто родился в год тигра. Потому что я рассказывала о том, раз в 12 лет хозяин года приходит спросить со своего подопечного, что ты сделал за 12 лет. И если вы что-то сделали плохо, то, соответственно, наказывает вас. Но мы сейчас вернемся все-таки к зиме. В зиму мы входим. Часть зимы у нас будет с вами еще под годом тигра. Часть уже пройдет под годом кролика. Кролик – совсем другое животное. Конечно, более мягкое, плодородное. Но плодиться он будет, так скажем, на том ресурсе, который соберет для него тигр. Каждый год начинается на том ресурсе, который ему собрал предыдущий год. И здесь мы как раз должны с вами войти в этот год кролика и, собственно, пройти год тигра. Потому что он закончится не с 31 на 1, а позже. Пройти верно. Пройти правильно. И зима, конечно же, в этом смысле очень опасная. Опасная, повторюсь, потому что это время смерти. Это время, когда действительно происходит огромное количество каких-то жутчайших вещей. Я даже вот сейчас в воспоминаниях у меня нахлынули такие воспоминания, связанные с этим временем года, когда действительно ко мне обращаются люди с очень серьезными ситуациями. Именно в зимний период времени, по моей статистике, наиболее часто. Поэтому в этом году мы особенно суетимся для того, чтобы сделать для себя что-то хорошее. И суетимся продуктивно. Не просто суетимся, а действуем правильно. Действуем так, чтобы это наше действие принесло результат. Это марафон «Готовимся к зиме» как раз об этом. О том, что нужно сделать, чтобы зима прошла качественно, хорошо и безопасно для вас. Это не алгоритм действий, что сделаете так, поставьте чашечку туда-то, поставьте цветочек туда-то. Нет. Это помимо знаний о том, что вам необходимо сделать, это готовые прописи ритуалов, которые вы будете делать вместе со мной, для того, чтобы усилить качественно вашу зиму в плане денег, любви и здоровья основных, так скажем, аспектов жизни. Но и сберечь себя. То есть там будет очень много обережных ритуалов. Особо много. Почему? Потому что зима предстоит очень тяжелой, поверьте мне. Очень тяжелой. Многие вещи я не могу говорить. Мои марафоны – это ваша возможность построить свою жизнь и сделать ее качественной. Конечно, это не о психологии, это не о мотивации, это о ритуалах и ритуалах, настроенных, повторюсь, на вашу безопасность, на вашу любовь, здоровье и деньги. Поэтому готовимся к зиме. Каждому из вас необходим. Никто не должен пропустить этот марафон. Увидимся на марафоне. Продолжение следует...